Кажется, что эта попытка Андреса как-то стабилизировать ситуацию не очень поможет, потому что, собственно, если есть обходной способ, то люди просто им воспользуются и все. Да, кстати, это одна из тем сегодняшних дебатов. Не каждый умеет, но можно научиться, как выводить со смарт-контрактов деньги. Не обязательно с сайта, а напрямую смарт-контракты. Это полезная вещь. Вот у нас Александр Иванов поднял руку, Виталий. Он хочет, видимо, выступить. Не знаю, кто такой Александр Иванов. Так. Ну что ж, давайте наверняка проверим, кто у нас сегодня есть среди соведущих. Вот. И начинаем общаться. Начинаем. Так. Есть у нас Руслан Захаркин, блогер, вместе с нами. Так. Делаем с организатором. Руслан, как всегда, из президиума вещает. Прямо из парламента. Только в штатской одежде, да. Всем привет. Заключительное заседание у нас. Да, да, да. Инисессия сезона 2020. 2020, да. Этот год crazy. Провожаем Red, Redmans, всех крыс. И идем в бычий тренд с хорошим настроением, дамы и господа. Да. Но биткоин радует всех держателей биткоина максимальными курсами под конец года. Своего рода рождественский новогодний подарок. Это точно. Уже елочку достал. Невероятно просто. Но пик все равно был уже. 28 422 доллара на момент 27 декабря 2020 года. Пик мы этот запомним. Думаешь, дальше расти уже не будет? В этом году я сомневаюсь. Осталось 30-31. Сегодня вряд ли там что-то помпанет. Думаю, что пик уже был достигнут в этом году. Да, это мое мнение. Ну, вижу я прям, да, уже. Скорее всего, да. И альтки. Меня больше интересует, что с троном. Трон очень сильно падает. Вот это мне не нравится. Ну, как сильно? Он не такой большой, конечно. Но все же, хотелось бы, чтобы он закрепился на трех центах. А он то 0.25, 0.26, 0.27. Это я говорю после запятой. Мне бы хотелось большей стабильности. Ну, так посмотрим. Все альтки что-то немножко падают. Потому что многие, как вот как раз Павел Алешин, со-фаундер из всей вот этой крипты, которую, я надеюсь, мы сегодня представим, расскажем. Тоже такой прогноз сделал, что многие из альтков бабки выводят, и все в биток. Но, честно говоря, зачем на хаях покупать, я не знаю. Ну, у каждого свой опыт, как говорится. Да. Да, многие ждут альт-сезона, так называемого, когда биток вниз, а остальные интересные криптовалюты вверх. Слышал. У Виталий будет такое обязательно. Обязательно альт-сезон будет, и, скорее всего, это все начнется в 2021 году. Я только не знаю, какой месяц, февраль или март. В январе вряд ли там, пока все спать будут. Я лично не знаю, какие планы у вас, какие планы у наших дорогих зрителей. Но я первого, значит, января пойду на тренировку, и сразу же буду делать видеоконтент, готовить посты, и, конечно же, много работать. Ну, не хочется отдыхать. У нас что ни день, то праздник. Понятное дело, что жизнь – это дар Божий. Это правда. Но нужно как-то дозированно отдыхать. Делу время, а потехи час. Сейчас опять вот этот пьяный возглас и «О-о-о, Новый год». Вот это действительно немножечко напрягает. Хотелось бы в 2021 году, чтобы как можно больше представителей СНГ, России, Украины, Беларуси, Казахстана и всех 15 союзных республик, заходили в криптоотрасль и участвовали в наших эфирах. Не только в качестве зрителей, слушателей, но и в качестве спикеров. Это было бы намного круче. Это рост. Бычий тренд, бычий год, бычий рост. Что-то меня прямо проперло. Настроение хорошее. И вам его тоже желаю, конечно же. Чтобы у вас всегда в кармане были хорошие динеро, да, с испанского деньги. Деньги. Чем больше, тем лучше. Да, ну что ж, конечно, крипторынок, он сейчас особенно начинает расти. Ну, я думаю, что причина основная, это прежде всего, это нестабильность фиатной системы, тотальный кризис, я бы сказал, плановый геноцид, который осуществляется на нашей планете, в нашем глубоко больном обществе. Поэтому люди, конечно, более склонны доверять таким инструментам, как частные деньги, стейблкоины, биткоин, как батя криптовалют. Ну, перспективные альткоины. Перспективные альткоины. Многие держат у нас трон по той причине, что участвуют в разных смарт-контрактах, очень маленькие комиссии, и хотят, чтобы он поднялся в несколько иксов и зафиксировать прибыль. Ну что ж, мы еще вернемся сегодня к смарт-контрактам, санонсируем, проанализируем то, что творится среди текущих смарт-контрактов. Андрей Жариков поднял эту тему. Я думаю, что обязательно мы к этой теме сегодня вернемся, вернемся, проанализируем текущие смарт-контракты, проведем акцию «Подарочные троны» сегодня. Ну и проанонсируем старт новых смарт-контрактов. Значит, обо всем этом в серединке нашей беседы. Готовьтесь, может быть, еще к нам, к этому времени, еще подтянется несколько человек, и будет интересная беседа. Ну, я предлагаю сегодня начать разговор с криптовалютой, которую вы наверняка еще не слышали, но стоит услышать. Лучше всех о ней знает один из основателей этой криптовалюты, именно Руслан Захаркин. Узнаем, что же это за криптовалюта такая, и какие ценности, какую модель основатели заложили в эту криптовалюту. Руслан, ты готов? Да, конечно, конечно. Еще раз всем доброго вечера. Так, Павел Алешин, пожалуйста, тоже микрофон включи, и камеру, пожалуйста, включи, потому что мы вдвоем будем выступать. Вот, сделаем некие анонсы. Павел Алешин, айфон Павел, да. Ну, давайте я пока что начну. Смотрите, у нас 2020 год показал, ну, очень большое многообразие самых разных проектов, и 19-е, и 20-е годы показали, что очень много скамовых проектов, особенно там, где огромная составляющая, это именно ревские начисления, да. Очень много монет пошло ко дну, и анализируя всю эту ситуацию, мы как раз с Павлом Алешиным в сентябре 2020 года присели и подумали. Я ему сказал, дорогой Павел, мне кажется, наше общество движется куда-то, ну, наверное, не туда. Давай что-нибудь сделаем интересное, хайповое, но в первую очередь для людей, для того, чтобы люди тоже могли зарабатывать спокойно. О, Павел у нас уже появился, да, сейчас ты скажешь, я тебе передам слово, пока что маленькое вводное, да. То есть это не проект-однодневка, он был придуман не вчера, ни неделю назад, ни месяц, ну, как минимум, 3,5 месяца он разрабатывался, конечно же, на энтузиазме, на наших деньгах. Значит, я со-фаундер, Павел Алешин, как раз SEO криптовалюты, называется TTCrypto на базе блокчейна Tron, TRC20, это смарт-контракт. Прошу не путать с TronChain, там, с другими, как бы, смартами. У нас нет такой штуки, как 310%, у нас есть, как бы, другие ценности, другие темы, и эта монетка потенциально, конечно же, может сделать хорошее количество иксов. Наш майнинг рассчитан на 12 лет, первоначальная эмиссия 500 тысяч монет, и всего у нас 10 миллионов монет, то есть, сами понимаете, да, чем меньше монет, тем больше, как бы, дефицит. Дефляционная такая вот история, да, составляющая для того, чтобы как раз цена токена постоянно росла. Она и для TikTok-блогеров, и просто для блогеров, и для инвесторов, и для рекламодателей, и для бизнеса. Я думаю, что вот как раз Павел Алешин сейчас немножко эту историю продлит, продолжит, и скажет, чем она может быть интересна вам, в первую очередь, наверное, все-таки крипто-сетевым лидерам, да, потому что, ну, когда человек не слышит, а ревка, а сколько, а какие проценты, ну, могут возникнуть вопросы. А чем это может быть интересно вам? Я думаю, что вот как раз Павел немножечко пролит свет, да, на эту всю историю. И еще хотелось бы сказать, что после как раз эфира, солидар, у нас будут другие зумы, потому что мы сейчас все доделываем, наш смарт проверяется, с рядом бирж уже как раз есть определенные договоренности, и, скорее всего, первые листинги у нас уже будут в январе 2021 года, как раз с бычьего года, с бычьего тренда, и начнем. Самое главное, чтобы вот эти вот январские праздники сильно на криптоотрасли не отразились. Павел Алешин, пожалуйста, SEO криптовалюты ТТ Крипты. Да, всем здравствуйте. Ну, на Джастсвапе у нас уже тестируется, и сейчас запускается смарт-контракт со стейкингом, с блокчейн-оракулами, чтобы ТТ Крипты могли формировать некий такой DAO и в том числе независимую объективную рыночную стоимость на ТТ Криптовалюты. По поводу сетевой составляющей здесь действительно, Руслан правильно сказал, в ТТ Крипты нет, потому что, ну, ТТ Крипта официальное название, но TikTok-блогер, конечно, произносится как TikTok-крипта, TikTok-крипта, потому что это комьюнити токенизированное TikTok-блогеров очень большого количества. На сегодняшний день общая аудитория этих блогеров по всему миру 200 миллионов человек. Ну, всего на сегодняшний день мы являемся самым мощным рекламным инструментом в криптоиндустрии, это факт, потому что с нами есть Лорен Грей. Ходят слухи, конечно, что она как тоже соосновалец, сооснователя этого проекта, у нее 50 миллионов американцев в TikTok, это сейчас пока держится в секрете, но аудитория у нас огромная, у нас есть карнавал-блогер Валя, который описали недавно статью Форкса Дина Саева, то есть эти все блогеры, тиктокеры не с нами, потому что у нас есть биржа, первая международная биржа TikTok-блогеров со скроу-сервисом, там со всеми очень многими крутыми функциями. И суть в том, что в нашем самом проекте, он, конечно же, для блогеров, а инвесторам выгодно то, что можно на стейкинге получать 10% в месяц, накапливать монеты, и впоследствии у нас есть пул, то есть фонд, который распределяет всю прибыль от IT-проектов и от биржи блогеров между держателями токенов. То есть сколько держишь, только тебе начисляют. Держишь, например, 5% от эмиссии, 5% от общей прибыли. Идет у нас сейчас контракт, ну, тоже договоренности с социальными сетями новыми, с книгами, с очень многими IT-проектами, криптокошельками, и мы сами создаем TikTok-маркетплейс, потому что сейчас тиктокеры, у них очень модно, они пишут музыку, они собственные бренды одежды создают, и, соответственно, аудитория, которая там в 5-10 миллионов, они покупают это все. Вот поэтому это очень выгодный процесс. Туда интегрируются монеты, туда интегрируются смарт-контракты в том числе и разные функции, чтобы делить прибыль между комьюнити. Это первый момент. Для сетевых лидеров у нас будет тестироваться очень скоро в том числе такой проект, что блогеры могут взять реферальную ссылку, определенную, если это проект чистый, если это не пирамида, то они могут, конечно же, вставить у себя рекламу, видео, рассказывать про какой-то проект, ставить реферальную ссылку и прокачать его. За это, конечно же, мы тоже берем какие-то определенные доли, зависят от сложности проекта. И, конечно же, сами понимаете, 200 миллионов аудитория, она увеличивается, это очень много. Поэтому таких сейчас нету очень ресурсов, ни у кого больше. Друзья, можете подключаться к беседе, можно задавать вопросы, уточняющие. Павел, ты произнес такой термин, я первый раз его слышу, криптооракулы, это кто? Это наша фишка. Да, Павел, лучше ты ответь. Это сейчас есть такой проект, как Chainlink китайский. Они на блокчейн оракулы как раз поднялись, они их тоже создают. И в троне тоже можно на смарт-контракте прописывать блокчейн оракулов. Это значит, что блогер становится… То есть оракул – это то, что из-за вне смарт-контракта какие-то данные в мире переносят, и как раз блокчейн заносит эти данные. И совокупность этих данных – это становится некой такой объективностью. То, что так это сейчас используют Аукир, платформа, и Chainlink. Вот мы тоже запустили по TikTok-блогерам, потому что есть очень много разных разброс цен на рекламу в TikTok, и мы формируем единую общую независимую совершенно объективную стоимость, когда все TikTok-блогеры говорят, сколько стоит у них реклама, исходя из их статистики, из их данных, и тем самым формируется настоящая рыночная цена. Ну, некая средняя по конторе, вот, чтобы, если уж совсем прямым текстом говорить. Действительно, ноу-хау такое, посмотрим, как это будет апробировано, потому что апробация в любом случае будет. Но я уверен, что этот инструмент позволит давать более адекватные цены, реальные цены, да, и чтобы никто никого не обманывал. И, в принципе, здесь нет каких-то задних мыслей, именно поэтому мы и делали TRC-20. Я сейчас прислал все как раз ссылочки в Zoom, кому интересно, можете ознакомиться, да, потом в дальнейшем уже на YouTube посмотреть. Вот, так как мы, ну, публичные лица, и создавать что-то свое, это, конечно же, всегда ответственность, это всегда риск, это всегда, ну, большие ожидания, да, для кого-то, в том числе и для нас. Мы эту ответственность осознаем, мы понимаем, что, вот, допустим, если Facebook кто создавал, да, Марк Цукерберг, вот там вот в Америке, когда ты что-то создаешь, ну, ты царь и бог, а здесь ты, ну, когда гендиректор или что-то создаешь сам, ты просто себе на спине мишень особо рисуешь, но мы готовы, вот, потому что надо предложить этому рынку то, что он заслуживает, потому что тема с TikTok, она, поверьте мне, она только набирает обороты. Раньше это был ВКонтакте, потом это был Инстаграм, я очень хорошо это помню, застал эти моменты, мне сейчас 28 лет, я помню, когда это все пошло. Инстаграм был создан еще в 2009-2010 году, а в России он нормально начал набирать обороты, только в 2013 году, как раз только там и зарегистрировался, будучи на четвертом курсе университета. Потом с 2017 года и далее пошел вот этот вот тренд TikTok, и сейчас количество регистраций в TikTok намного больше, чем в Инстаграм, и поверьте мне, что вот эти вот девочки-мальчики, кто там танцует, кто там делает рекламу для самых разных, не только там криптовалютных каких-то тем, но и для офлайн-бизнеса, там такие чеки и такие приходы. Ну, разве компания там IKEA или, например, тот же самый Apple платил бы TikTok-блогерам, девочкам, мальчикам, которые там танцуют что-то под музыку, если бы это не окупалось? Да нет, конечно. Если они платят, то эта история очень даже сильно окупается, и мы будем потихонечку внедрять вот этот вот крипто-тренд и пиарить криптовалюту. Мы уже это делаем и имеем позитивные положительные отклики. И подчеркиваю, значит, все ссылочки будут в чате для всех в Zoom. Вот, мы будем признательны вашим подпискам, вашим вопросам, что сейчас, что потом. Мы будем мониторить комментарии и по возможности, конечно же, лично отвечать. Мы ни от кого не бегаем. Как бы я Руслан Захаркин, вот Павел Алешин, все вот это крипто. Мы есть во всех социальных сетях. Я являюсь, ну, постоянным участником, постоянным спикером солидар-клуба. И хочу выразить респект и уважение всем организаторам данной истории, всем участникам, потому что мне приятно, что мы, молодые стартапы, люди, которые пытаются развивать цифровую отрасль современной России и не только России, имеем возможность представлять проекты. Ну и, конечно же, на суд общественности некие все это выносить. Может быть, позитивные какие-то отзывы собирать, негативные. Самое главное, чтобы это было конструктивно для того, чтобы мы смогли свой проект улучшить для блага всех. Вот такие вот у нас цели, чтобы люди заработали. Спасибо, да, сказал. Да, друзья, вопросы. Итак, давайте сделаем небольшое резюме по тому, что уже сказали Руслан и Павел. Если перечислить, то выгоды конкретно какие? Я так понял, есть некий за то, что человек холдит, он получает плюс 10% в месяц. Это первая выгода. Выгоды какие еще есть, какие еще могут быть или будут в будущем, если их перечислить, ну, особенно с перспективой на оффер для наших лидеров команд Солидаро-клуба и криптоэнтузиастов. Я думаю, что мы его обязательно распишем для того, чтобы вам было... Я, кстати, могу сейчас озвучить это. Да, да, да. Не, озвучь, да, пожалуйста. Как я говорил, что 10% в месяц. Единственный только момент, каждый год будет не кихал. То есть на второй год это уже будет 5%, потому что конечная эмиссия 10 миллионов. Но сейчас первый год 10% в месяц. Плюс после... Через несколько месяцев, я думаю, наверное, когда достигнет 20... Ну, около 20 тысяч монет окажется в фоле. Вот в фонде как раз дивидендов. Будет процент за то, что от прибыли от биржи блогеров... То есть у нас комиссия 20% на бирже. Все, она полностью распределяется между держателями токенов. И плюс у нас будет, как я сказал, TikTok Marketplace, социальные сети интеграция, некоторые другие новые на блокчейне. То есть очень много всяких IT-проектов. Вот книгу мы еще запускаем с февраля месяца. TikTok на миллион. Там в TikTok будет очень много продаж. И все это, все эти прибыли распределяются между держателями токенов. Так как их мало, получается, это не только платежное средство для биржи блогеров, тиктокеров, но и как цифровые акции. То есть мы тоже к этому идем. То есть это второй момент. Третий момент. Мы будем с января месяца выплачивать вознаграждение за привлечение блогеров крупных. TikTok-блогеров, Instagram-блогеров. Ну, конечно, акцент на TikTok. Особенно из-за иностранных блогеров. Вот так там из Турции, из Китая. Это прям вот очень. И еще один момент. На нашей базе, нашей бирже блогеров можно спокойно открывать свои собственные рекламные агентства. Потому что просто выбирать, какие блогеры нравятся, смотреть их статистики, прибавлять какую-то, например, свою стоимость. И я думаю, что мы тоже будем все-таки дополнительный процент выплачивать тем, кто продает рекламу у TikTok. Чеки там очень высокие. Например, Лорен Грей стоит 50 тысяч долларов реклама. И среди крипто-кошельков, например, Плазма Пэй и так далее, ну, очень большой спрос есть. А тем более среди традиционного бизнеса. То есть продать у нее рекламу на самом деле довольно-таки очень просто. Особенно с учетом того, что каких-то контактов нет в сети открытых, чтобы выйти на таких блогеров. Это, ну, сейчас это только по знакомству. Поэтому на базе биржи блогеров можно спокойно открывать какой-то свой пул, продавать рекламу у TikTok'еров, получать свой процент. И при том, что биржи блогеров дают стопроцентную гарантию из-за искров сервиса, что реклама будет сделана и сделана качественно. Поэтому такие вот все моменты. Ну и, конечно, факт роста, он тоже рассчитан. Мы очень долго просматривали и формировали стратегию бычьего тренда на биржах и вообще роста токена. Поэтому рост токена тоже неизбежен. Но чтобы, ребят, чтобы это было не голой теорией, я вот ради интереса зашел на Telegram-канал. Просто мы сейчас можем тогда прокрутить. То есть я вот вижу, что уже есть ролики, текст на английском, да, насколько я понимаю. Это английская версия, есть еще, да, российская. Там на 6 тысяч подписчиков где-то. Ну, то есть получается, уже есть блогеры, которые сотрудничают, да. Вот это Instagram, насколько я вижу. Причем это ролики вон датированы. Да, это конкретно. Это TikTok. 29 апреля, то есть это еще весной. Получается. Нет, база уже есть. Мы не с нуля пришли, безусловно, конечно. 5 сентября. Но еще есть куда стремиться. Есть иностранные каналы, есть сайт ТТ Крипто, Айо, да, обзор монеты, обучалка, английская группа, телеграм-каналы, телеграм-чаты, инстаграм, твиттер, и, конечно, все есть в описании. Вот. И люди хотят. Понятно. Так что, ребята, ссылка на этот чат вот выложена в нашем Zoom, так что можете подключаться. Так, а это я зашел в английский канал, а ты говоришь, есть русский, да? ТТ Крипто Комьюнити или какая-то? Да, 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 вот он тоже есть. Да. Русскоязычный, конечно, блогеров сейчас чуть побольше. Ну, мы, кстати, если обратите внимание и зайдете на сайт этокрипто.io, он у нас на английском языке. В дальнейшем, безусловно, будем переводить на русский, но мы все-таки стремимся завоевать, в первую очередь, наверное, западную аудиторию осознанных инвесторов, которые будут, ну, скажем так, на интересные суммы заходить. То есть мы, конечно же, на вот западный мир, на западный мир очень делаем хорошую ставку. Ну, просто это сразу, если какие-то вопросы будут, а почему не на русском? Ну, потому что вот решили сделать так, чтобы проект был международный, чтобы мы не замыкались здесь на СНГ. То есть у нас здесь и так 300 миллионов носителей, да, я имею в виду потенциально тех, кто может понимать русский язык. А если мы выйдем еще и на англоязычную аудиторию, то это в мире примерно где-то миллиард, наверное, человек знает английский, да, ну, во всяком случае, понимает. поэтому мы уже выходим потенциально на миллиард 300, миллиард 500 аудиторий. Ну, понятное дело, что это пока что цифры такие, да, с потолка, но я сейчас считаю именно тех, кто владеет языком. А кто там когда-нибудь посмотрит в дальнейшем, это, ну, никто не знает. И всегда можно будет перевести страницу. Поэтому мы, конечно же, за практичность и вот пока что сделали на английском языке и на целом, конечно же, на как раз западную англоязычную аудиторию, чтобы как раз в том числе Европа к нам приходила. Так, я, кстати. Действительно, обретут ценности, да, какие криптовалюты, а какие останутся на дне, никому не нужны. Конечно же, наши конференции помогут, я думаю, разобраться и, может быть, предвидеть ответ на этот вопрос. Итак, давайте сделаем может быть небольшое резюме по значит, тому, что сказал Павел и Руслан. Друзья, я думаю, что больше информации мы получим еще на следующих конференциях, но понятно одно, что кроме выгоды возможной, выгоды, которую мы можем получить как холдеры той или иной криптовалюты в данном случае, да, здесь есть более интересная вещь, это коннект и возможное партнерство с блогерами, да, международными блогерами, которые, скажем так, ведут свои каналы на данной социальной сети, да. Я думаю, что это будет интересно для наших блогеров, для Андрея Жарикова сегодня, кстати, к нам, может быть, еще присоединиться, сделал обзор по нашей рекомендации еще один блогер, зовут его Эмиль, ведет канал, ссылка была на его канал в нашем анонсе на сегодняшнюю конференцию, возможно, он подключится чуть позже или на следующий раз. К нам присоединяется все больше блогеров, активных лидеров, которые ведут каналы, поэтому я думаю, что, Руслан, эта тема с сотрудничеством, да, будет, конечно же, возможность взаимопиара, возможно, да, рекламы, она будет очень актуальна. Да, всегда открытая взаимопиар, это очень важная история, она помогает и молодым стартапам, и средним, и даже таким, как вон там Apple или Intel. Любая компания этому рада, конечно, мы тоже готовы рассмотреть все предложения и будем рады, если кто-то из Солидар-клуба, а лучше весь Солидар-клуб стал инвестором Тета-крипта. Так что, продолжим еще обсуждать эту тему, ну, а сейчас давайте перейдем к новым темам, к старым темам, потому что у нас в Солидар-клубе, конечно же, есть, мы говорили, что сегодня поговорим немножко об успехах за прошлый год, какие успехи у вас есть друзья среди тех, кто сегодня на сегодняшней конференции, потому что лидеры команд, они приходят не на каждую, кто-то занимается своими командами, кто-то уже празднует, кто-то проводит презентации своей компанией, какие друзья у вас успехи были в этом году, давайте с этого начнем следующую, скажем так, часть нашей беседы и перейдем плавно к анализу смарт-контрактов, которые у нас есть. Если у вас есть успехи и вы готовы ими поделиться, пожалуйста, берите микрофон и расскажите о своих успехах. Так, с вами Артур, меня слышно? Да, Артур. Да, хотел бы поделиться успехом. Сразу через два дня после моего дня рождения появился проект Статус 7.0. Решил пораздавать по 100 рублей и вот буквально через 15 дней уже более полумиллиона, точнее 600 тысяч заработано. Но что самое интересное, то, что я развернул систему, секундочку. Я развернул систему обучения, где разложил по уровням доступа то знание, как строить миллионную сеть. То есть это интересное знание, я думаю, даже эту нишу буду понемножечку занимать, потому что не у кого учиться и приходится на своем опыте делать какие-то результаты, раскладывать их понемножечку, превращать такие в небольшие кейсы и передавать людям дозированно на разных уровнях доступа. И это довольно-таки интересная стратегия получилась. Очень много промотивировались такой стратегии. Сейчас, секунду, у меня тут шумновато, это просто капец. Вот, люди промотивировались в такой стратегии и включились в работу. Извиняюсь за шум, но это какой-то это... Не, кстати, шума не слышно как-то... Не слышно, потому что у меня, прямо, я не знаю, как будто за мной все машины собрались, кибибик. Вот. Смотрите, вот резюмирую. Конец года у меня был такой. Есть инвест-проекты, есть активы, есть сети в разных проектах, но нету огня. То есть все какое-то, знаете, все просело. Ну, то есть из таких монет, как призм, оура, бипа и так далее. Ну, и вообще остальные криптомонеты, они как бы ушли в одно, и не было огня, не было вот этого ажиотажа интереса. Ну, я думал, дайте я расслаблюсь под Новый год, а там в Новом году уже что-то зайдет, что-то будет интересно. Вот. А вышло обратное. То есть я увидел возможность, взял эту возможность, и сейчас на данный момент, вот буквально сегодня провел аналитику, 9000 человек в структуре за 16 или 15 дней, 15. То есть это живой пример, как можно использовать знания, как строить миллионную сеть и быстро создавать себе не актив, а целую гигантскую сеть, даже менее чем за месяц. То есть выйдет так, что 100-тысячная сеть строится до одного месяца. Вот. Это в двух словах вот такой результат, и, соответственно, этот результат полностью можно изучить как некий феномен на базе моих тренингов. Если есть вопросы, да, можете задать. Артур, я так понимаю, это обучение вот в системе Money Systems, да, то есть на основе вот этого обучения. Money Systems, да, это как бы один из элементов, то есть там концентрация определенного знания, но вышло так, что мы, как говорится, подсмотрели, вот я прям люблю стратегии, да, мы подсмотрели в Like.net, как там организована система чатов, то есть я был удивлен, что там на каждую тему вот в конкретном проекте есть чат со своей тематикой, и, но там все в хаосе было, то есть не было ни нумерации чата, не было ни это самое, то есть идея была, а как бы хаос, да, то есть я взял эту идею и применил на статусе, и упаковал свой как бы продукт в организованном чат чат один, чат три, четыре, пять, шесть, семь, и так далее, то есть там будут уровни доступа до 20 миллионов в ход, или там чуть больше, и соответственно будут на каждом уровне определенный чат, то есть это определенный доступ, что людям всегда нравится, когда у него есть следующая ступенька, то есть он знает, что я хочу в следующий чат попасть, более, как бы, скажем, более серьезно окружение, понимаете, да, то есть вот я сейчас, допустим, нахожусь на уровне 100 тысяч пакет, да, а есть уже, которые купили 200 тысяч рублей пакет, соответственно, у меня как бы уже цель четкая, конкретная, что мне надо сделать, чтобы попасть на следующий уровень, вот, ну и соответственно вот так вот от 100 рублей человек начинает, и вот так вот дробно, мелкими шагами он поднимается по уровням, что и психологически ему, как бы, ну комфортно, да, видеть вот эту иерархию, вот, что и в продуктовой линейке человек получает в каждом чате на каждый уровень свой определенный продукт, который он знает, что он, если изучит, он сможет с легкостью его продавать и получать по 50% дохода и мгновенно выводить, то есть вот такой вот интересный, ну как бы, это такая мини-экосистема, скажем, вышла, с относительно трендовыми знаниями, то есть сейчас все дома сидят, каждый хочет, чтобы, как бы, у него была сеть и чтобы сеть ему приносила деньги, правильно? То есть это как директор компании, у него работают люди, он им проплатит зарплаты и, соответственно, люди как бы ему во всей его системе генерят доход, здесь в интернете как бы выходит, что сетевые компании, они как раз помогают, то есть кто как бы проворнее, кто более, допустим, блогер, кто, допустим, сеть ТикТок, это вот любая сеть, которую я открывал для прикола, то есть я для прикола открыл контакт, с контакта зарабатываю, для прикола открыл YouTube канал в 2011 году, просто вот открыл, там что-то делал, делал, сейчас уже 2021 год и YouTube мне приносит партнеров, то есть я вот эти вот сейчас, соответственно, ТикТок буду изучать, Инстаграм как-то пропустил, да, но вот эти все тоже вот все знания, по которым мы идем, мы их можем упаковывать в маркетинг и продавать и с этого еще получать дивиденды, то есть если мы научили человека это делать, соответственно, мы там по 10% получаем дивиденды и так далее, то есть что сейчас классно, что самый ценный продукт это знания по трафику и мы их можем как бы очень быстро доставлять клиенту, тому, кто хочет эти знания получить, вот, соответственно, я считаю, как бы вот этот результат, он не на базе, ну, скажем, не то, что на базе моего опыта, это на базе тренда, который сейчас открылся вот во время вот этих карантинов, когда уже все, второй раз, там, третий раз карантин, уже все четко поняли, что нужно не думать о бизнесе на улице, да, там, пирожки продавать, там, или там одежду, а надо думать об образовании, как зарабатывать в интернете, вот, то есть здесь вот сошлось как бы вот тренд, пересеклись очень многие, скажем, системы. Артур, ну, вот смотри, ты участвовал же во многих матрицах, что способствовало тому, что именно статус так хорошо выстрелил, на твой взгляд? Минимальный вход, это я очень многим, так сказать, директорам компаний рекомендовал сделать минимальный вход, то есть это вот первое, а второе, если, допустим, ты зашел на минимальный вход, а пригласил какого-то большого кита, который там зашел там на 10 уровней, да, то ты даже на минимальном входе с него получил по 56 процентов минимум, то есть здесь нету ограничения обрезания маркетинга, единственное, человек просто улетает наверх, и с него уже ты не получаешь перелива снизу, то есть, допустим, если ты на 100 зашел, человек там 10 уровней прокупил, все эти 10 уровней он поднялся высшестоящим, кто проплатил это, вот, но 50 процентов, кто пригласил, постоянно получает его проплату, вот это вот второй элемент, который нету в проектах, ну вот возьмем для примера инвест-проект, классика, да, пригласил человека, получил до 15 процентов с первой линии, то есть, ты проделал работу, пригласил человека, и максимум, что ты можешь получить, это там, там, 7, там, 10, там, 15, это уже даже таких проектов не делают, ты получаешь 15 процентов, примерно 7 процентов с первой линии, а там уже с реинвестов, с глубины, здесь же 56 процентов, то есть, здесь явно видно, что появляется мотивация на приглашение, то есть, у человека зажигается внутри вот эта вот выгодность, когда он четко осознает, если он проделает сейчас работу, позвонит, поднимет трубку, пригласит человека, тот проплатит статус, то явно выгода, что 50 процентов, это очень много, а если человек начнет прокупать там до 100 тысяч, до миллиона и так далее, то этот человек уже может принести миллион рублей, сколько там, 5 миллионов рублей, то есть, в перспективе любой приглашенный может принести, скажем, условно, десяток миллионов рублей, даже если вы на 100 рублей зашли, соответственно, появляется желание разобраться, посмотреть вглубь, а что это такое, а здесь я как раз своими продуктами и помогаю, то есть, пересекается вот этот интерес человека зарабатывать, мотивация человека и надо же не в сухую какую-то матрицу приглашать, то есть, матричный маркетинг, вот если с одной стороны посмотреть, это, скажем, там пирамида, одни гоняют вот эти деньги и все поднимается наверх, я же прикрепил продукт и вышло, что это выходит у меня есть продукт плюс инновационный маркетинг, соответственно, выходит компания, такая как бы надстройка на маркетинг, вот, то есть, ну, много разных таких деталей, которые сработали, я вот сейчас заметил еще интересные моменты, есть день, когда менее активность, есть день, когда более активность, то есть, я начал получать аналитические данные, допустим, суббота, воскресенье, люди более отдыхают и, соответственно, интенсивность рефералок падает, то есть, там, может, одна-две рефералки в минуту идут, а вот сегодня, допустим, я посмотрел, по 10-15 проплат в минуту идут от разных людей, ну, то есть, комиссионных, интересные моменты в общем с этим проектом, это вот как феномен такой, который ну, вот попался под руку, да, и сейчас его изучаем и интегрируем разные проекты, к тому же, вчера мы провели очень большой тренинг в Солидар-клубе, то есть, было 60, там, до 65 человек было, и мы, как говорится, коллективным разумом, так, собрали со всех энергию и прописали цели на следующий год на доске, на ментальной карте, вот, то есть, это мы создали продукт двухчасовой, сейчас он упаковывается, и он также идет в копилку на определенном статусе на продаже, и что выходит, что продукт мы формируем по ходу, как бы, ну, работы в компании, по ходу обучения, как строить миллионные сети, и, соответственно, вот каждый человек может сделать какое-то знание, и, соответственно, в эту копилку добавить, и продукт еще усиливается, то есть, закольцовка начинается, развитие компании, как бы, она, ну, то есть, продукт начинает сам развиваться, даже, вне зависимости, если я его развиваю, в общем, как-то так, то есть, финансовая грамотность, допустим, не хватает, вот, людей по ТикТоку не хватает, если этот человек свои знания упакует, то есть, делает какой-то маленький курс, привяжет к определенному статусу, то, вне зависимости от моей системы, он может продавать свой продукт на свое окружение, а далее получать дивиденды от продажи его продукта уже внутри по сети, на базе маркетинга статуса. То есть, очень много ответвлений, я начинаю видеть, как можно использовать этот маркетинг и вот эту компанию, там, также физические продукты можно привязывать, вот, и так далее, то есть, ну, большой спектр возможностей открывает вот этот, вот именно этот маркетинг с 50-процентным доходом от продажи. Вот, даже вот вы продали два продукта своих, вы получили 112%, но так как продукт электронный, то скорость доставки мгновенная, скорость получения денег мгновенная, скорость вывода мгновенная, и здесь вот эти плюсы, они перекрывают абсолютно любые какие-либо компании на данный момент. Артур, там была какая-то информация, что системой Payer вроде как проблемы или что-то там. Да, вот это вот самый интересный момент был, Payer заблокировал на ввод, но был открыт вывод, буквально три дня, то есть, когда Payer увидел огромное количество транзакций, он взял компанию под проверку, то есть, что это за компания, которая начала делать очень много транзакций, а так как мы знаем, что в Payer есть оферты сумасшедшие, там против отмывания денег, против пирамид, там такие газеты расписаны, что я как бы смотрю на Payer и думаю, вообще с кем они работать могут с такими теми самыми. Так вот, Payer три дня проверил и верифицировал проект, то есть, теперь при оплате Payer, то есть, все, проверку прошли, при оплате Payer, теперь Payer показывает, что вы переводите на такую-то компанию, то есть, верифицировал компанию официально. Ну, то есть, сейчас ввод-вывод без проблем, да? Вывод был всегда рабочий, ввод был, да, все сейчас без проблем. Вот, также интересно... Артур, еще скажи, ты сказал, за две недели выстроилась структура в 9 тысяч, а сколько у тебя в первой линии, то есть, чтобы появилась такая структура, сколько понадобилось пригласить? Так, сейчас я буквально зайду, посмотрю, здесь есть раздел специальный, так, LP, 62 человека в первой линии. Это уже оплаченных или просто зарегистрировали? Да, это оплаченный и написано из них Free7, а я сейчас перешлю прямо в чат Solidar, где можно будет посмотреть именно этот раздел. заработано 620, дней 15, первая линия 62 человека и статус 11, то есть, есть 20 статусов, то есть, 11, это 100 тысяч я за него отдал, но я не вкладывал практически, то есть, единственное, что я вкладывал, это 40 тысяч оуру я перевел своему наставнику, он мне перевел внутрянку, я купил статус и к вечеру уже вернул эти деньги и пошел, ну, купил эти оуру обратно и, соответственно, все, это все мои расходы. Вот, что классно, то, что вот инвестиционные проекты надо вкладывать, то есть, очень крупные суммы, но так как я инвестор, я крупные суммы и вкладывал, и терял, и много чего. Артур, а оуру-то зачем обратно купил? Ну, смотрите, по опыту 2018 года было даже такое, когда админ прилюдно сказал, что я не хочу поддерживать свою монету, оставьте меня в покое, она торговалась на Yobit, это называется монета Swap Token. При вложении 200 долларов я купил ее миллиард, на выходе я вытащил с нее 20 тысяч долларов и плюс у меня сейчас на данный момент, но я уже не майню даже, 86 миллиардов этой монеты. То есть, фишка в чем, что любая монета, за которой стоит, хоть и глупый может быть админ, но стоит и он ее как бы поддерживает непосредственно сеть. Всегда найдется человек, вот представьте такую ситуацию, в начале года человек купил, допустим, 100 биткоинов по 3000 долларов на 3 миллиона долларов, сейчас спустя год он видит, что у него 30 миллионов долларов на балансе. Что он делает? Он берет, выкладывает несколько биткоинов и выкупает 10-20% какой-то монеты, допустим, типа Aura. Когда он выкупает и взимает с рынка такое количество монет, то есть в процентном соотношении, монета начинает хочешь не хочешь расти, и админ начинает шевелиться, потому что он видит, что идет какая-то активность. Вот это именно я делал в 2018 году, когда у меня там эти сотни эти биткоинов были, а когда я сделал иксы, до 10 тысяч иксов делал на монетах, на шлаковых именно. Вот, поэтому у меня есть, ну, скажем, некая вера и представление, что если, допустим, куплю какую-то монету, там вложу 1000 долларов, то есть шанс, что она сделает 100 иксов спокойно, потому что на глазах у меня около 15 монет сделали до 10 тысяч иксов. Это электро, экспи, свап токен, там шпроты, как мы это называли, там, и еще куча-куча монет, 1337 и так далее. Это еще, когда была биржа новый эксченж, там весь шлак, так сказать, мы учились, как бы, тренировались. Это еще с тех моментов, когда я создал бренд крипто-менеджер. Вот, если вбить в ютубе, ой, в этом ютубе, в этом, в интернете, то этот бренд, он плавает, как сказать, на просторах интернета, картинки, там люди, еще с тех времен можете посмотреть. Артур, давай сделаем небольшой резюме от тебя в этом году, что принесло тебе успех, и перейдем дальше к следующим нашим гостям, кто готов, или соведущим, кто готов тоже поделиться. Ты использовал, скажем так, свое чувство, что вот и маркетинговый ход на проекте, который ты упомянул, статус 7, а за целый год какие действия, какие компании, что принесло тебе успех в целом? В целом успех Telegram боты, это вот явно, что там были результаты. Значит, это SpaceBot, 35 тысяч человек в текущий проект, то есть любое движение, которое там начнется, оно сразу мне огромные доходы принесет. Хотя мне и репко сейчас идет интерес. Там Bip майнится, Prism майнится, их BTT и так далее. Далее Deeplex, то есть была выстроена сеть на базе опыта SpaceBot, то есть если SpaceBot 35 тысяч, то в Deeplex около 100 тысяч. То есть там посчитать можно, там еще есть уровни, которые просто не видно. И на базе двух вот этих опытов я просто правильно копирайтинг сделал, правильное действие точечно. Это вот статус трельный. Параллельно я один из топов призм вектор, то есть у меня там хороший актив, скажем, на старте на базе опыта в криптоакселераторе. В Binar тоже 50 тысяч долларов крутится актив. То есть интересный год как бы был, хоть и много что просило, но активов тех, которые я создал, они живые. И так или иначе можно где-то что-то выдернуть для вложений и так далее. Значит, один из базовых принципов это раскручивать свой ресурс. Если у вас нет ресурса своего, все, вы можете просто свои силы тратить бесконечно, кому-то что-то писать. Или вы один раз соберете всех своих партнеров в своем чате, на своем канале и пишете правильные посты, правильный копирайтинг, то есть удерживаете аудиторию. И конечно, если вы еще будете применять элемент обучения людей, то вы начнете быть притягательны и за вами будут наблюдать, смотреть. Я допустим такой феномен развил, вы все видите, что у меня фотография, где я стою спиной вообще к человеку. Я стою спиной и смотрю с небоскреба на улицу. Мне задают вопрос, как ты можешь стоять спиной к человеку и развивать и строить такие сети. Я говорю, потому что даже если ты стоишь спиной к человеку, но правильные действия делать, что неважно вообще какая фотография у тебя, хоть там какая-нибудь у меня был смайлик, крипто-менеджер, вообще нарисованный человекчик, неважно. Главное давать контент на своем ресурсе правильный. То есть свой ресурс, трафик на свой ресурс и правильный MLM копирайтинг, чему я обучаю в тренинг-центре. По этой тематике есть четкое конкретное знание. То есть если вы легче написать один раз какой-то текст и подписать сто человек в первую линию, даже не звоня, чем бегать или ну сами понимаете, как это работает. Так, все. Вот это вот базис. Спасибо, Артур. Интересно, что поделился. Да, благодарю. Вас так же. Да, друзья. Итак, мы видим, что Артур есть некие фундаментальные вещи, которые принялись от успеха. Прежде всего, это собственные каналы, система продвижения. А вот и это способность чувствовать рынок, да, и вовремя использовать потенциал, да, тех или иных проектов. К нам присоединилась Инга Кирилюк и я думаю, она также, может быть, Андрей Жариков, кто еще у нас из соведущих сегодня, тоже, наверное, поделится, скажем так, успехами за этот год, да, потому что это тема сегодняшней нашей встречи, ваши успехи, что вам удалось достичь, что вам удалось реализовать в этом году. Так что будьте готовы тоже поделиться. итак, Инга, включаем тебе доступ к сорганизатору. Наконец. Так. Есть. Ага. Добрый вечер. Меня слышно? Да, слышно и видно. Да. Уже можно говорить? Да, можно. Но одно из достижений, во-первых, я очень благодарна этому году, вам честно могу сказать, я не знаю, вот некоторые говорят, что это сложный год, но для меня это на самом деле, так как все-таки есть люди, которые к этому году готовились, вот честно, я могу вам сказать сразу, что к этому году я была подготовлена. Все-таки те техники, инструменты, которые были внедрены до этого года, вот, ну, скажем так, кто развивался до этого года, однозначно тоже я слышала своих коллег, которые сказали, очень плодотворный год, очень классный год, который показал ху-ис-ху называется, знаете, Андрей поймет, потому что английский хорошо знает, что такое ху-ис-ху, ну, то есть, на самом деле, очень классный, потому что, смотрите, дальше время коллаборации, а это как раз время, когда мы узнали, с какими партнерами нам точно вперед, а с кем нам нужно попрощаться лучше на берегу, потому что дальше плыть в серьезное плавание, поэтому, ну, просто шикарно, вы знаете, поэтому, кто развелся, кто вышел замуж, кто усилился, кто что-то потерял, вот поверьте, просто поблагодарите за это время, потому что это очень здорово, потому что дальше большая, очень серьезная жизнь, очень серьезные планы, очень серьезные инвестиции, очень по-новому будет показываться, я уверена, что рынок вообще третьей валюты, поэтому сейчас нужно понимать просто с кем идти дальше, и поэтому я очень благодарна году, потому что у меня, например, точно был прирост во всем, то есть появилось новое авторское направление интеллектуальное звучание, полностью доработана книга, уже со следующего года она будет уже премьера книги, да, уже все, все, все сделано, осталось вот сейчас уже с печатью разговаривать, но электронный вариант уже есть, но будет презентаться уже в следующем году, но выработана в школе полностью вся система по интеллектуальному звучанию, как включить интеллектуальный звук в любой бизнес, в любую упаковку бизнеса, чтобы его услышали, слышали, и он стал дорогим, поэтому и больше 60 учеников уже прошли эту школу и повысили свой средний чек, и повысили уровень своей уверенности, за этот год очень много было проведено дыхательных практик, потому что в этом году это был тренд, люди начали все-таки учиться правильно дышать, не выживанием, а успехом, поэтому вот кто хотел, тот тоже этому научился, и мы этому всячески сопутствовали, я даже проводила дыхательные практики с подростком, чтобы показать, что можно вместе, вместе всей семьей делать такие практики, ну и одна, два достижения еще очень важных в моей жизни, это встреча с Виталием Млынко, наверное, случайно, не случайно, как-то вот так вот жизнь тоже вот показала нового партнера, который сыграл большую вообще, то есть новый пласт в моей личной жизни, я думаю, что так как мы встретились с ним, очень для многих сыграла тоже встреча с Виталием Млынко, потом вот как это все трансформировалось, коллаборировалось, мы сами с ним не знали, наверное, к чему мы придем к концу года, но это партнерство гармоничное и созидательное, потому что у нас родился общий проект Школа Солидар, вот, Виталий, видишь, мы с тобой в этом году даже родить успели, совместный проект Школа Солидар, который Инга собственно возглавила, что самое интересное, нашла меня сама, я предложил мне, хочешь возглавить Школу Солидар, она говорит, да, вот, прям в прямом эфире, вот так вот, экспромт, вот, так что на самом деле много свершений, год непростой, но есть такая цитата, кто, может быть, кто-то найдет сейчас автора этой цитаты, что, не помню даже, как она звучит, что, чем больше проблем, да, есть, во всех больших проблемах спрятаны большие возможности, большие возможности, просто надо уметь использовать, да, любую проблему, маленькую или большую, для того, чтобы создать что-то новое, добиться каких-то больших свершений и победить какую-то, да, проблему, да, большую, то есть, большие проблемы, это означает, что могут быть большие свершения, большие свершения в нашей жизни. Виталик, так, мы вчера подводили, вчера был последний, ну, ты тоже присутствовал, да, вот последний урок в школе Солидар в этом году, мы подсчитали, что мы стартовали 23 сентября, школа открылась 23 сентября, сегодня в школе более 118, там, по-моему, еще прибавляются люди, сейчас Артур, вижу, что он тоже здесь, я думаю, что он дополнит меня, как прошла вчерашняя встреча, потому что мы проводили вчера с Артуром, и мы делали такую большую фасилитацию, да, то есть, такой вот мозговой штурм, что же было сделано за вот эти два, три, 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 смотрю на Ленвива, она мне много пальцев пока, в общем, с 23 сентября до вчерашнего дня, что было сделано, так, а, ты хочешь сказать количество дней марапона, правильно, я тебя понимаю, нет, 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 ладно, ну ладно, ты сейчас что-нибудь скажешь, включите микрофон, не понимаю, что ты говоришь, поэтому, вот все, что мы вчера наработали, мы вчера увидели за эти, за это время количество достижений, и у нас прям образовалась целая доска, вот кто сейчас в школе находится, но они точно увидят, сколько сделали студенты, которые активно работали все эти три месяца, поэтому мне хочется, вот знаете, просто в восторге от того, что мы сделали за три месяца, даже хотелось сегодня поделиться этой доской, просто если у Артура она под рукой, Артур, если ты сможешь показать потом еще на демонстрации экрана, что это было сделано, это просто гениально, за такое количество времени люди с нуля абсолютно разного возраста, просто самые такие серьезные достижения скажу, с нуля, люди, которым 70 лет, которым 60 с копейками, и это не предел, я всегда им говорю, так, это не старость, это возраст президентства Америки, и то еще вы малолетки, когда дорастете до 75, будете понимать, теперь вы настоящий лидер, вы можете избираться, поэтому, то есть в абсолютно разном возрасте освоили соцсети с нуля за 3 месяца сейчас вот, включили инстаграм, сделали шапку, начали открывать каналы ютуб, начали делать каждый день посты, каждый день, у нас марафон уже 47 дней, по-моему, сегодня 48-й или 47-й день сегодня нашего марафона ежедневного, ага, вот мне показывают, да, Наташа, 46, 46-й день сегодня марафона, 46-й, каждый день мы марафоним, каждый день мы помогаем друг другу, мы комментируем, мы ставим лайки, мы всему этому учимся быть солидарными и усиливать друг друга, ну и, конечно, это только маленькая часть достижений, люди научились презентовать себя, люди уже начали учиться и пользоваться дыханием правильно, и, конечно, еще там по трафику сейчас запустили уровень воронок, и самую главную еще задачу, которую мы вчера сделали, мы большой командой, ну, во-первых, вчера на последнем уроке нашей школы увеличилось, по-моему, в два раза больше учеников еще пришло вчера в школу, то есть интерес к школе вырос, вы не представляете, что было вчера, когда люди попали первый раз в наше поле, они писали в личке своим партнерам, плакали и говорили, боже, это то место, что я хотела всегда туда, вообще вот быть именно в таком месте и с такими людьми, ну, это было просто вчера очень колоссально, и вчера мы сделали уже шапку, мы вчера сделали еще одну доску, Артур может тоже покажет, не знаю, по крайней мере, своими впечатлениями поделится от вчерашнего, потому что сегодня он мне писал, говорит, я бы еще часа три посидел, мне так понравилось, я говорю, но, говорю, ничего, это не предел, говорю, но все устали, конечно, потому что мы вчера еще создали доску целей на 2021 год с 60 или 50 людьми, вот 50 человек вчера садилось, сделали целый мозговой штурм на планы и цели 2021 года для школы, для школы, конечно же, ну это просто было круто, это было круто, и если сейчас Артур добавит, поэтому я благодарю каждого ученика, благодарю Виталия Млынко, благодарю Андрея Жарикова, благодарю Артура, благодарю, конечно же, Руслана Захаркина, правильно, я помню, и вообще благодарю всех, кто причастен к Солидару, потому что я всегда говорю, что каждый человек очень важен, понимаете, потому что когда мы составляем пазл, если одного маленького винтика в пазле не хватает, он всегда важен, потому что нет целостной картинки, поэтому всех благодарю, год шикарный, мы завершаем его на определенном пике и идем дальше вверх, потому что дальше мы уже будем получать и плоды, и строить еще больше изобильного потока во всех наших проектах. Я все. Инга, обалденная речь, спасибо, что так описала. Действительно, вот школа, еще не все осознают в Солидар-клубе на самом деле, что есть школа, все пока думают, что есть проекты, можно выступить, а школа, это действительно на волне вот всего, что происходит в мире, сейчас зарождается школа Солидара, где каждый может стать спикером, где каждый может прокачаться, проработать цели, то есть весь наш багаж опыта мы сейчас, скажем, вот набросали на ментальной карте, хотя там еще целая куча будет, и вот в 21-м году мы будем прорабатывать каждый элемент, который, скажем, нужен для всей нашей команды, то есть каждый навык, каждую вот эту крупиночку, и вот на 100% уверен, что через год у нас уже будет, я не знаю, уже такого мирового масштаба к концу 21-го года школа по маркетингу, в общем, то есть у нас будет такой хаб, где люди будут приходить новички, а на выходе будет выходить маркетолог, который сможет устроиться в любую онлайн-компанию, которая вообще есть на свете. Вот, это, вот я вижу вот этот тренд, он прям вот очень крутой, и вот все, кто будет причастны к школе, это счастливые и успешные люди. Однозначно да. На самом деле, друзья, если, конечно, можно говорить об успехах в том или ином проекте, мы еще вернемся к нашим направлениям, мы анонсировали, что сделаем некий такой анализ текущих направлений на смарт-контрактах, но главное достижение это не в том или ином проекте, это наши личные и командные достижения. А какие у нас они есть? Вот давайте посмотрим как бы с птичьего полета на ситуацию, которая у нас есть в Солидар-клубе. Что у нас есть? У нас сформировалась школа Солидар, да, так как Инга Кирилюк имеет очень хороший фундамент, то есть она имеет большой опыт в работе с людьми, с личностным ростом, да, то есть мы получаем самое главное, мы получаем фундамент, на котором можем строить успех, да, личностный рост, личностную прокачку, практику, да, практику, то есть занятия, практические занятия на школе, да, совместные, коллективные, командные занятия, первое, да. Второе, что мы получаем и что мы получили в этом году? Мы получили наши конференции в Солидар Кубе, которые позволили нам динамически управлять возможностями, бизнес-возможностями. Вот Артур раз за неделю сделал оборот и заработал несколько тысяч долларов. Почему? Потому что вовремя получил информацию. Кто-то зашел у нас в смарт-контракт, например, тот же TronChain, да, в который мы зашли в первые дни, и каждый день денежный поток до сих пор еще, проект в настоящее время, да, работает, да, хотя многие говорят, вот вскоре может быть и закрыться. Может быть все, потому что проекты некоторые обречены на каком-то этапе закрыться, но многие вышли на доход в десятки, в сотни долларов в день, да, потому что просто вовремя стали в солидарную цепочку. Сейчас вот у нас еще парочка смарт-контрактов появилась, мы всем выстраиваем сеть, да, командная работа у нас появилась, да. За этот год очень хорошо мы выстраиваем сети в разных компаниях, в разных компаниях. То есть это фундамент некий, да, который мы получили. Вот. И получается так, что мы имеем фундамент со всех сторон, со всех сторон. Ну и третье, третье, это то, что Артур дает на школе, это уже систематизация бизнеса, автоматизация бизнеса, да. То есть фундамент мы строим личностный рост, информацию отслеживаем тренды и все это автоматизируем максимально, да. Вот. И все это делаем, осуществляем в командной работе. То есть мы по большому счету с вами, друзья, создаем успех и очень качественный, действительно качественный, правильный фундамент строим, да. Правильный фундамент, который, успех в данном случае зависит действительно от нас и от нашей командной солидарной работы, да. То есть мы правильно строим, на правильном фундаменте. Ну и какая у нас отличная команда сейчас создается, да. Вот. Я думаю, что мы обречены на успех и в новых, в новом году, на новые свершения. Ну а сейчас давайте, ну если кто-то готов еще поделиться своими успехами, там своим дать обратную связь и с наших соведущих, Андреем Жариков, также Руслан Захаркин, то, пожалуйста, можете дать, похвалиться какими-то моментами, дать обратную связь и мы перейдем к анализу смарт-контрактов. Угу. Да. Всем привет, коллеги, еще раз. Значит, хотел что добавить. Конечно, у нас у всех есть родственники, друзья, знакомые, которые, может быть, даже критически относятся к тому, чем занимаемся мы. Сетевой маркетинг, ерунда, какой-то интернет, что ты там мутишь, какой-то фигней занимаешься, иди на нормальную работу устройся, да. То есть это мы часто все слышим. И, собственно, 20-й год показал, что бизнесы на земле, они очень сильно уязвимы. Вот от таких ситуаций, как мы видим сейчас, да. Многие бизнесы, рестораны, туристический бизнес, там торговля, потому что торговые центры закрылись, да, очень сильно пострадали. Где-то мне попадалась информация, казалось бы, Соединенные Штаты, самая, ну, можно сказать, финансово благополучная страна в мире. 60% кафе и ресторанов и 30% малого бизнеса в США в этом месяце, в декабре, не смогут оплатить аренду. То есть представьте, да. Вот. И, собственно, я думаю, блогеры, вот члены нашей команды, ну, согласятся со мной, что когда ты ведешь бизнес через интернет, да, этот год, как сказать, были какие-то неудачные стартапы в этом году, да, в том числе и те, которые презентовались в рамках Солидар-клуба. То есть презентовались, сейчас их уже нет, там, соскамились или какие-то проблемы и так далее. Но, как Виталий уже отметил, действительно, вот внутри Солидар-клуба у нас формировалось такое сообщество единомышленников, которое позволяет на встречах Солидар-клуба очень, быть очень гибкими. Мы не зацикливаемся на чем-то одном, как часто бывает там у некоторых сетевиков, вот они побывали на презентации, и вот давай качать только вот этот проект. Фокусировка это, конечно, хорошо, но, как мы понимаем, если в проекте начинаются проблемы, то, извините, сколько мы знаем случаев, когда лидер активно качал какой-то проект, там, может быть, даже несколько лет жизни он качал этот проект, а там раз, проект закрылся, все, его нет, и у лидера теперь ничего нет, у него инвестиции были в этом проекте, команда была, все, и ему приходится с полного нуля начинать в каком-то новом проекте. Вот наши встречи в Солидар-клубе как раз позволяют, чем мне нравится бывать на этих встречах, что за один час, там, за полтора, мы, по сути, делаем такой обзор рынка, мы узнаем о каких-то новых трендах, новых интересных направлениях, и, скажем так, если начинаются какие-то проблемы, да, ну, в каком-то проекте, мы тоже об этом узнаем одни из первых. Плюс то, что вот уже упомянули, благодаря Солидар-школе, которую Инга курирует, действительно, что нужно для успеха в сетевом маркетинге? Ну, прокачка личностных качеств, умение коммуницировать с людьми, развитие, прокачка социальных сетей, потому что мы понимаем, многие сетевики, они застряли еще в 20 веке, то есть они привыкли работать по старинке, что надо вот там созвониться или встретиться лично и так далее, и так далее. Ну, ребят, мы в 21 веке живем, сейчас можно двигаться намного быстрее, в общем-то, а для этого всего лишь надо освоить некоторые знания по введению того же YouTube-канала. Вот сегодня мы от ребят слышали, TikTok сейчас актуален, то есть, возможно, пора учиться делать ролики на TikTok, оформлять грамотно социальные сети и так далее. То есть, действительно, в рамках Солидар-клуба люди, сетевики получают комплексные знания, которые, ну, можно сказать, гарантированно практически помогут в 21 году быть успешными. Ну, я уверен, что в 21 году все будет только лучше. Руслан? Ну, я думаю, на самом деле, хвалиться-то смысла нет. Год был хорошим, интересным. Крысу оставим в 2020. Те проекты, которые, к сожалению, не выстрелили. 2021-й бычий тренд, на него большие планы. Я думаю, все уже увидимся где-нибудь в конце 2021 года, может быть, даже не в России, а на каком-нибудь райском острове. Самое главное – дать возможность зарабатывать не только себе, но и всем остальным. Я бы с удовольствием послушал, что у нас дальше уже на повестке дня, какие новые темы. Потому что жить прошлым правильно. Кто сказал, сетевики остались там где-то в 20 веке. Все, за 20-й год заработали, мы молодцы. Главное в инвестициях – это, конечно же, сохранить и приумножить. В первую очередь, чтобы мы не потеряли денежные средства, а во вторую очередь, пусть они там генерируются. А теперь, я думаю, давайте по повестке дня расскажите, какие новые интересные темы. С удовольствием будем расширять инвест-портфель в 2021 году. Да. Ну что ж, давайте сделаем обзор текущих смарт-контрактов. Что у нас сейчас активно работает и, соответственно, проведем акции, которые подготовили, которые мы анонсировали сегодня в нашем анонсе. Итак, какие смарты сейчас, если говорить о смарт-контрактах, сейчас у нас актуальны на сегодняшний день. В трон-чейне мы видим, идет просадка, уже об этом говорили. Виталий, я как раз хочу демонстрацию экрана включить, чтобы не быть голословными, потому что я хочу видео как раз на эту тему тоже записать по трон-чейну. Сейчас я включу. Большие-большие проекты, они всегда переживают на определенном этапе. Кризис либо... Ну вот график сегодняшний, да? Да. Ну то есть видно, что в принципе действительно трон-чейн стабильно рос примерно до 12 декабря. И вот с середины декабря он пошел на спад, потом был небольшой прирост обратно, но как видим, наверное, кто участвует в трон-чейне знает, что сегодня при попытке вывести средства там появляется такое уведомление, что вы не можете вывести средства, пока баланс проекта не превысит 800 миллионов тронов. А он, как мы видим сейчас, на данный момент составляет 700 с небольшим. Вот. Андреас Картруд в своем чате объявил, кто не знает, это создатель проекта, он объявил, что эта мера именно была принята для стабилизации работы, для того, чтобы снизить отток денег. И на самом деле вывод средств заблокировали не всем, а только тем, кто уже вышел в плюс, в безубыток, скажем так. Ну, можно сказать, это разумный подход. То есть те люди, которые еще в безубыток не вышли, они продолжают выводить. Но, с другой стороны, как мы понимаем, смарт-контракты же позиционируются как такой инструмент, который нельзя менять задним числом. И дело в том, что некоторые партнеры ушлые обнаружили, что это ограничение легко обходится. То есть если пытаться вывести с главного сайта трон-чейна, то да, вывести нельзя. Но если вывести напрямую через смарт-контракт, есть ролик, где это показывается, то все выводится. И вот я, наблюдая просто даже сегодня, вижу, как видите, вот этот график уже резко пошел вниз. То есть поскольку людей, скажем, которые вышли в безубыток из работы, ну, достаточно много, то есть я так понимаю, там десятки или сотни тысяч, и этот запрет коснулся всех. Ну, в каком-то смысле Андреас Картрут пытался стабилизировать ситуацию, но боюсь, что это может даже сыграть в минус, что паника только усилится. Ну, посмотрим, конечно, как это будет развиваться. Тем более мы все понимаем Новый год на носу. А Новый год – это для инвестиционных компаний. Неважно, на смарт-контракте они или нет, в общем-то, сложный достаточно период. Мы понимаем все риски в тех проектах, где есть, скажем так, пассивный доход. Это уже все привыкли, что могут быть трудности или проблемы с проектами. Тем более, что на смарт-контракте этот пул прозрачен. Я помню, когда закрывался EtherChain проект на эфире, то люди смотрели, как баланс падал в течение недели, а целую ночь мы, ну, у кого было много аккаунтов, выводили средства до последних. И мне, я лично вывел последних 5 долларов смарт-контракта, увидел вот 6 долларов на балансе. Нет, один остался доллар, потому что у меня была на одном из кошельков возможность вывести 5 долларов. Вот с 6 я 5 вывел, еще один потом висел, никто его не снимал. Наверное, потом кто-то заплатил на смарт-контракте 5 долларов за комиссию или сколько там, 2 доллара, чтобы этот доллар снять. То есть, минус снял еще последний доллар. То есть, это прозрачная схема, когда общий пул, все, кто согласно правилам смарт-контракта имел право получать один процент в день, все и снимает до тех пор, пока деньги. Сейчас еще до сих пор на смарте трон-чейна на сегодняшний день, 29-го, 1-го, сколько находится? Около 20 миллионов долларов находится еще до сих пор, да? Вот. Так что, конечно, хотелось бы пожелать управляющему стабилизировать ситуацию. Но в любом случае мы создаем себе множественные источники дохода. Несколько проектов похожих стартовало на смарт-контрактах. Но фасты мы не рассматриваем, где там 50-100% в день или сколько, о них мы вообще не говорим. Но вот пример трон-чейна, он, скажем так, воодушевил несколько команд создать похожие направления, может быть, немножко в чем-то более усовершенствованное. Например, у нас есть Tron Ads, это там модуль интересный включен, мы там тоже выстраиваем сеть сейчас, что каждый новый реинвест, да, когда человек получил 300% дохода, он должен быть больше на 100%. То есть, если вы положили 10 долларов или там тысячу Tron, то следующий раз вы уже после того, как заработали 300, значит, 30 долларов, да, если в долларах говорить, то следующий ваш новый взнос должен быть не уже, соответственно, на 100% больше, то есть 20 долларов. Вот. И если у вас есть сеть построенная, вам есть смысл постоянно увеличивать новый депозит. Так работает эта система. И сейчас еще один смарт-контракт стартовал, где у нас мы всем строим сеть, это у нас Jastron. Вы, если хотите поучаствовать, можете обратиться к нашему куратору по смарт-контрактам Виктору Трущенко и занять место, и получить рефералов в любом из этих смарт-контрактов, да, то есть, таким вот образом у вас будет страховка. Страховка дополнительная. Почему? Потому что наши партнеры все заработали гораздо больше средств благодаря Солидар-клубу, потому что у них был, мы ставили всем рефералов, да, нежели от личных каких-то инвестиций. Большинство инвестировали в свободные средства, либо вообще небольшие средства, мелкие, да, но от сети получают очень хорошо, потому что, соответственно, структура у всех растет. Вот, так что таким вот образом мы минимизируем риски. Акцию я сейчас тоже скажу для наших участников, кто сегодня у нас есть в нашем Zoom и участвует в школе Солидар, да, вот, вы можете подать заявки и получить 100 трон на вход в любой из смарт-контрактов. И даже от 100 трон открывается цепочка в одном из смарт-контрактов. Специально для команды Money System тоже проводится эта акция. вы можете встать в, значит, по реферальной ссылке, по цепочке в ветку Артура и тоже получить рефералов. Все, кто заходит, получают минимум 10 рефералов в любом из смарт-контрактов, который представлен в Солидар-клубе. Их несколько я уже упомянул, но обращайтесь к куратору и к Виктору Трущенко, и он поможет разобраться. То есть все, кто сегодня на вебинаре и участвует в школе Солидар, для вас вы все имеете возможность получить 100 трон в подарок на вход в любой из этих смарт-контрактов. И плюс еще рефералов. Это насчет сегодняшней акции. Андрей, у тебя какие результаты по смарт-контрактам? Ну, в целом, наша стратегия, опять же, диверсификации. Мы не зацикливаемся на чем-то одном. И то, что сейчас с трон-чейном происходит, в общем-то, это было предсказуемо. То есть никакого сюрприза здесь нет. И, в общем-то, благодаря тому, что мы заходили и в другие смарт-контракты, которые позднее появлялись. Вот, кстати, я ради интереса сейчас закрыл, вернее, открыл страницу баланса Tronets, которую Виталий упомянул. Сейчас вот я могу продемонстрировать, что действительно видно, что Tronets набирает обороты. То есть сам смарт-контракт, баланс стал пополняться примерно в октябре, в конце октября. Вот ноябрь, декабрь. И, как мы видим, график уверенно ползет вверх. В общем-то, это хороший показатель, то есть набирает обороты. То есть никакой тенденции к спаду пока не видно. Конечно, впереди Новый год, новогодние праздники. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но пока все, в общем-то, бодрячком. Вот, поэтому стратегия работы в Солидар-клубе тоже себя оправдывает, потому что действительно здесь выстраивается сразу цепочка, и желающие встраиваются в эту цепочку и получают еще доход со структуры. Даже если они пришли на пассиве, по большому счету. Как-то так. Да, кстати, что показывает баланс To The Throne наших гостей, которые выступали на прошлой конференции. Еще один смарт-контракт, который немножко похож на Throne Chain. Что у них, если удобно, можешь открыть. Еще посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Вот анализ графиков, он полезен для того, чтобы принять решение, поучаствовать, присмотреться. Ну да, To The Throne, к сожалению, не набрал такой популярности, как, наверное, хотелось бы. Потому что вот мы видим, что в начале это было, в конце, получается, ноября он появился. Какое-то время держался более-менее стабильно, но сейчас видна тенденция к падению. То есть на последнем, по-моему, вебинаре там была информация, что они хотят подключить Азию и так далее. Ну, как говорится, это было бы неплохо. Явно нужны какие-то дополнительные усилия по раскрутке. Да, баланс в целом всего около 40 тысяч долларов. То есть это небольшие деньги. Я думаю, что есть шанс у создателей и команды партнеров раскачать. То есть очень в целом небольшая сумма пока находится на балансе. Ну, если брать прямо вот текущий баланс, вот я в левом углу здесь вижу, это всего лишь 32 тысячи долларов на сегодняшний день. То есть, ну, по сравнению с трончейном копейки, мы понимаем, да. Да, поэтому зависит больше от команды, насколько они будут успешно развиваться. Ну, что ж, ну, а если есть возможность открыть еще новый контракт, который три дня назад стартовал, это Джастрон с названием Джастина Сана, да. То есть под, скажем так, напоминает имя создателя трона. Если есть возможность, открою еще график. Именно в эту неделю мы раздаем рефералов в этот проект, потому что заявок достаточно много. И если вы решите поучаствовать, то, соответственно, получите гарантированно от 10, на самом деле, гораздо больше рефералов, потому что люди делают себе дополнительные аккаунты, кошельки, соответственно, цифры, которые вас будут показывать. Это, скорее всего, десятки, может быть, сотни, кто уже зашел. Да, мы здесь видим, что, во-первых, это вообще свежая тема. То есть вот баланс, по сути, вот, ну, стартовали они 21 декабря, то есть это неделю назад практически, да. И, кстати сказать, даже если сравнивать с Тузетроном, вот на балансе уже 300 тысяч долларов. То есть, в принципе, в 10 раз больше, чем в Тузетроне. Ну и, как мы видим, график пока идет плавненько вверх, набирает обороты. Да, неделю как проект. Ну, в данном случае, в отличие от Эдзи, он более высокодоходный, не 300, а 400 процентов по смарт-контракту можно максимум получить, потом реинвест. Требование сделать больше реинвест, как в Эдзи, нет, но, соответственно, в Эдзи более устойчивая модель, но здесь более доходная. Здесь уже, как говорится, каждый выбирает либо то и другое взять в портфель, либо одно из них. Вот, есть свои плюсы-минусы, да, но всегда актуально заходить в такие вот направления, как минимум на старте, если есть возможность, это всегда более безопасно, мы понимаем. Да, Виталий, ты еще озвучь для тех, кто планирует вступать, какие цепочки есть, ну, какую сумму нужно готовить человеку, если он хочет вступить. Да, смотрите, друзья, по всем смарт-контрактам, в данном случае и Тузе Трон, и Трон Эдз, и Джаст Трон всегда есть тысячная ветка, то есть от тысячи монет. Ну, сегодня мы еще объявили, что в новом смарт-контракте, который запустился, можно зайти даже от 100 Трон, ветка даже на 100 Трон есть, но главная ветка, самая интересная, конечно, от 10 тысяч Трон. На этой неделе мы выстраиваем эту ветку в проекте Джаст Трон, вот, через недельку, может быть, мы будем проводить уже новую акцию, возможно, в Трон Эдз, потому что у нас там тоже есть ветка 10 тысяч, плюс, это означает, что если вы хотите зайти на 10 тысяч Трон, то вы получите рефералов, которые ложат на такую сумму или больше, да, или на тысячу Трон, на такую сумму или больше, да, вот, соответственно, это означает, что вам будет приходить доход ежедневный от этих рефералов, когда они будут выводить средства, доход с дохода, на 20 уровней в глубину, 20 уровней в глубину, это и в Трон Эдзе работает, и в Джаст Троне, то же самое 20 уровней в глубину, Тузетрон имеет 10 уровней в глубину, вот, но там большой, большой процент на первую линию, там дается, не помню, вроде бы 50 процентов, там большая, большая, большая доходность, но в любом случае, друзья, я скину информацию у нас в наш чат, есть ссылка на канал, где информация по всем смарт-контрактам, сейчас ее сдублирую, там есть контакты кураторов, где можно проконсультироваться, задать вопросы, чтобы, сейчас я скину ее в чат, дополнительно, так, и вы сможете. Насчет Силеритас спрашивает кто-то из участников в чате, Матрицы, есть несколько матричных проектов, которые у нас тоже в Солидар-клубе, их где-то 4, вроде бы, смарт-контракта, которыми занимаются у нас некоторые лидеры команд, вот, Силеритас достаточно хорошо работает, хотя многие ожидали перелива, как всегда, все ждут перелива в Матрице, их нет, а вот, вечная история с переливами, вот, поэтому, конечно же, если у кого-то пригласитель массово приглашает в первую линию, то это возможно, но лучше их не ждать, конечно же, в любой Матрице. Иногда на старте кому-то попадают переливы, вот, но я их никогда не жду. Мы создаем переливы просто построением цепочек, солидарных цепочек в любом практически проекте, но в Матрице там сложно всем построить цепочку, вот, общую в линейных мы строим. Вот, и те, кто ни разу не использовал такую возможность, даже ради интереса, ради эксперимента, зайдите в любой смарт-контракт из текущих, вы увидите, как через, в данном случае, вот, по тем смартам, которые я объявил на эту неделю, да, может быть, на следующей неделе будут другие смарты, да, где мы будем выстраивать сразу первую неделю несколько десятков, иногда несколько сотен рефералов мы первую неделю выстраиваем. Вот, проверьте, как это работает. Вот, неделю назад, кто зашел, вот, когда стартовал тот же самый Justron, те, кто зашел, вот, в первый-второй день, у них уже по количеству рефералов, вот, Артур занял место в первый день, Артур Гид, у него уже около, ну, пару сотен уже рефералов, уже пару сотен. Что это означает? Человек вовремя занимает место, и он получает каждый день с вот этих вот несколько сотен рефералов, каждый день доход, когда они выводят средства, ну, как втручение у нас, да, вот, поэтому недооценивайте эту возможность, просто занимайте место в одной из веток и рефералов получаете. То есть для многих это, вот, мне рассказывал наш куратор Виктор Трущенко, что для многих это некий шок, они не привыкли, что когда-либо кто-либо давал им даже одного реферала, вот, а тут у них за неделю-две целая большая структура, а иногда еще структура с лидеров или блогеров, бывает такое, вот, и человек просто в шоке. Вот, сегодня я показал тоже одному человеку, он зашел, он забыл даже, что он зашел, говорю, заходи. А вот сегодня мы созвонились, а он говорит, да, не может быть, посмотрел, а у него пару сот уже, но это не все партнеры, не все лидеры, да, есть инвесторы, есть просто технические аккаунты, кто-то себе не один аккаунт. Но все равно, когда он видит цифру, что у него там 400 партнеров, с которых он каждый день получает доход, вот, это, конечно, воодушевляет, его, он немножко был шокирован. Вот, поэтому используйте солидарную возможность получить готовую сеть партнеров, как мы иногда в рекламе. И, ребят, хочу напомнить, что, вообще-то, сеть партнеров, это, кстати, для вас дополнительный способ выйти в безубыток. Ведь у нас цель-то какая? Инвестировал, первая задача – выйти в безубыток, то есть забрать свое, и следующая цель – заработать. И, понятное дело, тот, кто не строит сети, не приглашает, то есть он не получает реферального дохода, значит, он будет выходить в безубыток дольше. А имея структуру, которую, как раз, по сути, автоматически вы получаете в солидар-клубе, то есть у вас намного быстрее получается выйти в безубыток и больше шансов заработать. Так что для инвесторов, на мой взгляд, это вообще отличный вариант. Однозначно, да. Вот я на некоторых, у меня же, понятное дело, не один аккаунт. Я, так как я всех своих людей по привычке всегда отдаю в глубину, я открываю новые аккаунты под своими людьми ниже. И, соответственно, на многих из этих аккаунтов, конечно же, идет, не надо ждать не три месяца или шесть месяцев, когда я выйду в плюс, а прошло два-три дня, четыре дня, все уже 300%. Я опять новый делаю, что реинвест новый. Почему? Потому что, чтобы от сети не терять доход, да, ну, получил уже 300%, через три дня новый реинвест, через три дня новый реинвест. Благодаря чему? Сети. Благодаря сети, которую я построил и которую построили наши партнеры с клубом. И благодаря этой стратегии все наши партнеры получают такие же результаты, да. Не только я один, да, а все, потому что все, я же становлюсь под своими партнерами, да, солидарно становлюсь. А если бы я ставил всех в первую линию, ну, понятно, заработал бы еще, может быть, несколько раз больше. Но партнеры бы наши не зарабатывали бы, да. Где была бы солидарность? Не было бы. Иногда мы делаем общие аккаунты совместно с ключевыми партнерами, но больше мы используем именно систему построения солидарных вот таких вот цепочек в глубину. Это более удобная схема, не нужно там просчитывать, делиться, просчитывать, кому сколько дать, коэффициент полезного действия и так далее. Немножко сложнее схема, да. А вот эта система у нас более стабильная. Ну что ж, давайте, друзья... Я еще добавлю, Виталий. Я думаю, что вот смарт-контракты, это вообще стало даже неким трендом. Мы видим, появляется их все больше и больше. И я уверен даже, что они будут совершенствоваться. То есть то, что мы имеем сейчас, это еще, так скажем, предварительные. Потому что, я думаю, математически, на самом деле, можно обеспечить более стабильную работу. Я уже на одной встрече высказывал такую идею, что, например, каждый делает вывод, и с этого вывода берется какой-то процент, 10-20% от выведенной суммы, к примеру, реинвестируется, но реинвестируется с меньшей доходностью. То есть, образно говоря, ты видишь, у тебя в кабинете растет инвестиция, но там начисляется уже, допустим, не 1% в сутки, а 0,8% в сутки. Потом 0,7-0,5% по убывающей. И это в результате, ну, представьте, вот эти, если бы в трон-чейне была бы такая система, это, естественно, значительно снизило бы нагрузку на всю систему и обеспечило бы ее долгосрочность. Вот. И я думаю, что такие идеи, такие системы будут реализованы в дальнейшем. Да, уже сейчас есть в разработке проектов. Сейчас как раз и мы расскажем по нескольким проектам, которые будут стартовать. Один из проектов стартует буквально завтра-послезавтра. Один готовится к старту нашими партнерами с Арабских Эмиратов и будет планировать старт в конце января, может быть, в начале февраля. Сейчас несколько слов об этих смартах, которые готовятся, которые будут стартовать. Да, действительно, там будут применяться некоторые новые модули, некоторые фишки новые. И что будет стартовать буквально завтра? Мы уже, в принципе, начали выстраивать технические аккаунты, то есть смотреть, как все работает, тестить, потому что еще нет аудитов. Обещали вроде бы на завтра аудит. Это проект, который немножко похож на трончейн, но он на другой криптовалюте. Это на ОСДТ, именно на долларе, который на троне находится, на блокчейне трон. То есть, соответственно, это означает, что это стабильный курс будет. И, значит, что там будет, если в двух словах сейчас, я думаю, разместим информацию прямо у нас на канале, который я скинул. Еще информацию даже не публиковали. Значит, там внедрен модуль, что каждый следующий реинвест должен быть больше предыдущего на 10%. 12 уровней партнерская программа в глубину, то есть доход от дохода. И на три уровня еще есть рефералка. То есть, разовая рефералка на три уровня, а доход с доходом на 12 уровней. Значит, идея, то есть уже есть слайды, уже есть переводы и видеоролики на другие языки. Топ-лидеры, которые успешно продвигают трон-чейн. Вот кто-то из них, насколько мне стало известно, стал создателем уже на этой монете, на ОСДТ. Ну что ж, сейчас прямо до конца конференции я попытаюсь скинуть информацию уже на канал. Канал Smart Contract.ru у нас вот в чате есть. Сейчас мы туда публикнем слайды. Ну и для того, чтобы занять место, сразу получить гарантированно рефералов, тоже обращайтесь. Там есть контакты, сейчас тоже скинем. Куратора по цепочкам Виктора Трущенко. Он просто составляет списки для того, чтобы вы гарантированно получили рефералов в этот уже новый проект. Ну, в любой из смартов, в котором вы решили поучаствовать. Так, информацию сейчас, я думаю, если Виктор на связи, он разместит на канал. Слайды. Так, есть он на связи. А еще один смарт-анонс я сделаю, потому что обещали тоже анонсы сделать. Что же будет стартовать такого интересного? Есть одна компания. Я знаю одного из учредителей лично. Общаемся очень тесно. Сотрудничаем по некоторым бизнес-направлениям. В Эмиратах. Находится уже в течение долгого времени. Занимается драгоценными металлами. Преимущественно серебром. Золотом, серебром. И вот было принято решение компании именно создать смарт-контракт. Ну, с обеспечением. Уже без каких-то долговых. Мы вот приводили пример с долговыми обязательствами смарт-контракты, где на каком-то этапе есть риск закрытия. Неизбежен. То в данном смарт-контракте не будет риска потерять средства, потому что средства будут распределяться только те, которые заходят в проект, которые инвестируются. Когда человек заходит, он получает серебряные монеты. Кроме того, то есть как обеспечение, он может их забрать в любое время. Прямо приехать в Эмират. Уже есть наши блогеры, которые планируют приехать на открытие, взять свои серебряные монеты. То есть человек может забрать. Кроме того, там будет интегрирована и лотерея, и возможность получать пассивный доход от мирового оборота. Очень интересный маркетинг. Я консультировал данную компанию по маркетинг-плану, и некоторые модули они решили применить уже с моей подачи. Поэтому будет интересно уже ближе к старту, более подробно посмотреть все это на слайдах. И я думаю, что это будет более уместно, когда уже старт будет там за неделю до старта, когда уже будет ближе. Это так, немножко некий такой вот анонс и инсайт на январь. На январь, чтобы у нас уже было в предвкушении, что будет запускаться такой большой проект. Очень качественный, я думаю, будет этот проект сразу же на разных языках. Виталий, если тебе доводится общаться, допустим, с создателями смарт-контрактов, вот есть такое пожелание. Смотри, во многих смарт-контрактах есть требования, чтобы получать реферальное вознаграждение на определенную глубину, тебе нужно иметь энное количество людей в первой линии. Но мы же все понимаем, что да, может быть, кто-то и приглашает людей, но можно под собой там открывать технические аккаунты, допустим, по 100 монет и так далее. Когда комиссии на троне были минимальные, ну, это было не проблема. Но сейчас это становится даже невыгодно, потому что получается, что мы открываем 10, 15, 20 вот этих технических аккаунтов, дробим, и получается, ну, чтобы с каждого аккаунта выводить, наверное, вы видели, там чуть ли не 5-10 тронов берется комиссия, да, и получается, ну, с таких аккаунтов, чтобы вывести, это надо сколько ждать, там, наверное, ну, чем дольше, тем лучше, да, чтобы подождать, когда накопится большая сумма. Так вот, мне кажется, это можно было бы решить, дав человеку выбор. Хочешь, приглашай, ну, вот там, 10, 15, 20 человек, или просто пусть у тебя в первой линии будет крупная инвестиция, скажем так. Хочешь других людей, приглашай с крупными инвестициями, хочешь свою, открой, вот и все, и проблема будет решена. То есть вот, если, допустим, тебе доведется общаться с создателями смарт-контрактов, предложи им такой вариант. Да, кстати, хорошая идея, просто уже многие наши замучились делать вот эти технические. Да, 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 и получается реально, те деньги, которые у тебя есть, ты дробишь на мелкие части, и в каждом проекте там вот по 10, там 15, 20 этих кошельков. Да, это решение для инвесторов. Ну, что ж, мы рационально... Да, я и говорю, что, видишь, это своего рода мозговой штурм. То есть если мы видим, что где-то что-то можно улучшить, сделать по-другому, понятное дело, что в тех проектах, которые уже запущены, там ничего не изменишь, на это смарт-контракты придуманы, но в будущем как раз можно как-то по-другому это сделать. Да, идеи, я думаю, что можно будет применить, потому что знаю я нескольких создателей, которые постоянно что-то там создают на смарт-контрактах. Соответственно, можно будет подсказать им вот эту вот хорошую идею. Так, хорошо. Так, давайте посмотрим, кто у нас еще здесь есть. Виталь, наверное, резюме уже надо делать. Мы два часа уже обсуждаем. Да. Два часа пролетели незаметно. Незаметно, вообще нет, вообще нет. Так что давайте делаем резюме и, скорее всего, встретимся в новом году. На смарт-контракт.ру сейчас будут информации, подробности по всем нашим сегодняшним вопросам. Вот по смартам. Смотри, Виталий, организационный вопрос. Следующий вторник будет 5-е уже января. Как у нас состоится встреча? Никто там на каникулы не уезжает? Я думаю, что да. Бывает такое, что мы не очереди проводим какое-то, но это будет у нас... Так, это у нас будет... Вторник, это будет первое число. Нет, пятое, да? Пятое. Пятое число. Ну, я думаю, нормально пятое число. Скорее всего, если не будет никаких изменений, я думаю, что 5-го числа мы и встретимся. Ну, информация, конечно, будет дополнительная в чате Совет Лидеров и на наших каналах. Ну, планируем на следующий вторник. Как говорится, увидимся в 2021 году, да? Да. Увидимся через год. Да, ну что ж, обращение, если кто-то из наших соорганизаторов либо участников школы «Солидар» хотел бы обратиться и взять 30 секунд и обратиться к аудитории, то это можно сделать. Вот, Людмила готова. Пожалуйста. Да, как сейчас сказал Андрей. Во-первых, всем здравствуйте. Да, меня Людмила Дутова зовут. Бабушка на троне. Как сказал сейчас Андрей, встретимся. Сейчас я телефон отключу, а то я была... В 21 веке, в 21 году. И вам всем желаю здоровья, удачи. И были проекты такие, которые вы не сканили. Всем-всем-всем удачи. Я вас всех люблю. И благодарю и Виталия, и Артура, и нашу Ингу за то, что я с ним познакомилась. Приобрела столько знаний и дальше приобретаю. Спасибо. Да, благодарим. Людмила активно участвует в школе «Солидар». Кто еще хотел бы взять 30 секунд, целую минуту? Призыв к действию, к обращению. Да легко, давайте я возьму. Желаю всем энергии, огромной пробивной веры, безупречной. Инвестируйте в самые разные крипто-сетевые проекты. И, конечно же, просто держите криптовалюты из первой десятки. Это самый верный способ. Не бойтесь терять, бойтесь больших денег, потому что непонятно будет, куда их тратить. Но лучше какую-то часть, конечно же, реинвестировать. Потому что мы на этом колесе. Колесе возможностей. И самое главное его постоянно крутить. Всем добра и самое главное здоровья. Потому что здоровье можно подправить, но полностью ни за какие деньги не восстановить. Поэтому никакого алкоголя, никакого табакокурения. Проведите 31 декабря в кругу семьи и с 1 января начинайте работать. Спасибо. Подхватывая Руслана о том, что деньги можно будет тратить и зарабатывать. А очень важно еще наполняться финансовой грамотностью. Потому что деньги как приходят легко, так и легко уходят. Не у грамотных людей. Очень важно, в чьих руках находится этот инструмент. Поэтому пускай ваши руки и ваши мозги в следующем году будут тоже наполнены грамотностью, силой и интеллектом. А в этом вам будет помогать каждый раз, вы уже догадались, школа в Солидар. Поэтому мы с вами на волне следующего года, год. Ну вот как Руслан уже сказал, денег будет много, мы будем думать, как их тратить. Поэтому следующий год изобилия. Встречаем его самым лучшим образом для нас. Все правильно, да. В халяву лучше не верить. Потому что когда приходит лотерея, да, человеку, который вообще не ожидал получить большие деньги, такие люди часто становятся, к сожалению, бомжами. Поэтому когда мы своим трудом зарабатываем и знаем, куда инвестировать, повышаем свою финансовую грамотность, экономическую грамотность, информационную безопасность, тогда никто не будет терять. Поэтому все подписываемся на социальные сети Солидар Клуба и, конечно же, на YouTube-канал Захаркин Крипта. Обязательно. Я тоже хочу продолжить. Кстати, Руслан хорошую мысль дал. Ребята, вот мы, конечно, говорим о заработке в интернете и так далее. Это все понятно и хорошо. Но те, кто уже давно занимается, знают, что это постоянное сидение за компьютером. То есть это неподвижность. И важно, чтобы мы зарабатывали деньги не в ущерб здоровью. И как раз вот я рад, можно сказать, что действительно поставил несколько лет назад, года уже три назад, себе цель больше двигаться. И, ну, как мне понравилась одна поговорка такая, что делать легче всего? То, что ты делаешь по привычке. То есть мы, например, привыкли чистить зубы там с утра и на автомате это делаем уже неосознанно. То есть нам не надо себя заставлять. И вот я решил этот принцип взять и начал. Ну, зимой хожу на лыжах, летом, в другое время года хожу с палками. Купил себе вот эти палки для скандинавской ходьбы. Начинал там с небольших прогулок. И в этом году, вы знаете, несмотря на карантин, я понимаю, что сейчас народ уже надоело просто сидеть дома. Я вот в этом году так раскочегарился, что у меня каждый день по 5-6 километров я прохожу. В прошлом месяце я намотал 150 километров ходьбы. Вот в этом месяце 100, где-то 145. Так что мое пожелание вам, конечно, я намерен продолжать и дальше в 2021 году. Заботьтесь о здоровье, потому что никакие деньги не стоят потерянного здоровья. Прежде всего, это наше тело, наше здоровье – это основной ресурс, который надо беречь и его поддерживать. Андрей, еще на этой волне, еще скажу, еще один бонус школы «Солидар», что мы включим, у нас был марафон и продолжается по соцсетям, но у нас включится, я еще пока даже студентам не говорила, вот сейчас даже участники узнают, у нас будет марафон по дыхательным практикам. Поэтому присоединяйтесь, и Андрей, особенно присоединяйся, я тебя лично приглашаю, потому что у нас будет марафон точно на 60 дней, да, то есть на 3 месяца по дыхательным практикам каждый день дышу с успехом. Вот прям каждый день мы будем это выставлять, и вы сами увидите, как дыхание увеличит наши денежные эквиваленты. И, кстати, наша команда подымет проекты энергетикой, где мы находимся, вот все, где мы находимся, потому что все двигается энергия. Вы знаете, я все равно верю, что проекты, они энергетичны. Сколько энергии, поэтому, скорее всего, у трона чуть-чуть уменьшилась энергия, поэтому он начал идти вниз. Но теперь Солидар будет увеличивать. О, кстати, один из лозунгов миссии следующего года, что команда Солидар будет подымать все проекты. Поэтому пускай лидеры любых проектов будут заинтересованы, чтобы наша команда туда заходила. Мы увеличим любой проект и усилим. Да, и пусть Виталий позаботится, чтобы нам предлагали эксклюзивные условия. Да, конечно, при таких моментах. Мы очень сами, мы эксклюзивная команда. У нас эксклюзивная школа, у нас эксклюзивный продукт энергии. Виталий, поэтому такая мысль тебе на засыпку. Конечно. Это одна из задач, которую я ставлю. Это договариваться, чтобы мы получили изначально лучшие условия, инсайдерскую информацию. Иногда мы, как вот сегодня, узнаем информацию наперед, для того, чтобы уже присмотреться. И иногда мы виртуально с Артуром часто рисуем структуру еще задолго до старта, чтобы грамотно все могли получить целую команду партнеров. И, конечно же, иногда хорошие спецусловия создателей, которые у нас часто выступают в Солидар-клубе, как говорится, собственной персоной. Скидываю я еще раз контакт человека, который отвечает за то, чтобы вы заняли хорошее место в любом из смарт-контрактов, о которых мы упоминали, либо о, если речь идет о новых смарт-контрактах, это тоже касается, которые будут стартовать. Я скинул в общий чат контакт Виктора. Ну что ж, друзья, вы знаете, у нас еще есть буквально 30 секунд. Очень хочется сказать что-то, Люда. Пожалуйста, Люда. Виталий, а еще же у нас в плане, что рассмотреть, какие соскамятся проекты? А, прям, ну давайте сейчас следующий час посвятим именно этому вопросу. Как вы смотрите на это? Виталий, неужели так много проектов соскамятся, что этот час займет? А в повестке было. Да, конечно же, я шучу. Мы не будем посвящать столько времени, может быть, даже и не будем посвящать и минуты времени. Конечно же, если у вас есть мнение по этому поводу, вы можете сказать. Это больше был пиар-ход в нашем анонсе. Дело в том, что, конечно, мы хотим, чтобы все проекты, которые у нас есть, они успешно работали. Но, к сожалению, 90, более 90% проектов, даже те, которые стабильные, которые имеют все документы, которые даже не имеют долговой нагрузки, даже те могут закрыться, либо обречены на закрытие. Обречены, почему? Потому что мы живем в неустойчивом мире, когда все меняется, когда политика вмешивается в жизнь и в бизнес, когда тренды и количество проектов такое большое, что лидеры часто мигрируют с одного в другой проект, а основатели, которые запускают проект, не готовы активно его развивать. Сами создав проект, они не заботятся о должном развитии. Поэтому главный наш проект – это наша команда, способность позаботиться о том, чтобы ваша команда росла и развивалась, чтобы она использовала грамотные, хорошие инструменты для бизнеса, чтобы все в команде получали результат, выходили не только лидеры команды, либо какой-то топовый блогер. Это вот наш и есть главный проект, который никогда не соскамится. А что будет скамиться для нас неважно, потому что у нас другие приоритеты. На первом месте – это, конечно же, наше развитие, наш рост, наша команда. Проектов будет много, и некоторые даже, если они будут меняться в нашем портфеле, то это хорошо, мы можем заработать на трендах. Мы не будем чувствовать каких-то скамов вообще, потому что у нас фундамент совершенно другой. Если один проект отходит, у нас есть в портфеле еще 5-7, которые приносят ежедневный доход. Это подход Солидар-клуба, друзья. Поэтому, что хотелось бы пожелать для наших партнеров, участников Солидар-клуба. Конечно же, я всегда настоятельно желаю всем нашим партнерам единства. Вы знаете историю, которую мы рассказывали на нашей школе, хотелось бы рассказать для тех, кто сегодня на встрече, ну и тех, конечно же, людей, которые будут смотреть нас в записи, потому что архив всегда сохраняется, что вопрос очень важный. Ответ на него в этой истории, которую я сейчас расскажу, очень важно, как мы себя в жизни позиционируем. И вот эта история, не знаю, может быть, кто-то слышал, кто-то нет, произошла в одном аэропорту, когда журналист какой-то известной компании, телекомпании, он ходил, брал интервью, подходил к людям и спрашивал, что вас больше всего раздражает в других людях, что вы не можете переносить. Кто-то говорит, вот мне не нравятся некоммуникабельные люди или неаккуратные, или еще какие-то люди, или у кого плохой стиль, или еще что-то. То есть все по-разному отвечали. И вот подходит он, этот журналист, к одному мудрецу, к какому-то буддистскому монаху, не знаю, кто это был, но какой-то мудрец. И тоже задает ему этот вопрос. Говорит, что вас раздражает в людях? Вот он отвечает этому журналисту, говорит, а ты кто такой? Тот говорит, ну как журналист? Он говорит, это твоя профессия. А ты вообще кто такой? Он говорит, там, ну, значит, Джон Смит, там, как зовут, да? Нет, это просто твое имя всего лишь. А ты кто такой? И тот журналист понял и не знал, что ответить. Вопрос вроде бы простой, на самом деле очень глубокий. И вот он говорит, вот именно это меня больше всего вот раздражает, раздражает, да, ну, может быть, не раздражает, но больше всего удивляет, что большинство людей не могут определить, кто же я такой на самом деле. Как я себя позиционирую? Кто я такой? Так что мое пожелание для всех тех, кто сейчас нас смотрит, ответить себе на этот вопрос. Кто же я такой? Я обещаю, что в новом 2020-2021 я тоже дам ответ на этот вопрос всем вам, потому что я знаю, кто я такой. Призыв к действию, друзья. Будьте солидарны друг с другом. Я абсолютно уверен, что главной нашей задачей в жизни человека, ну, лично мое мнение, научиться объединяться для принятия благотворных коллективных решений. Я уверен, что жизнь человека, счастье человека в нашем обществе зависит именно сегодня, именно от этого. Способны ли мы объединиться для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы совместно, солидарно достигать хороших результатов. Если мы сможем объединиться, если мы сможем научить людей объединяться, вместо того, чтобы разделять и стравливать, тогда мы сможем построить правильное, гармоничное общество. Ну что ж, друзья, именно этого я желаю всем вам. Будьте солидарны вместе со мной и с нашими лидерами команд солидар-клуба. Сохраняйте сеть партнеров, команду в разных бизнес-направлениях. Не подключайтесь по спаму где-то в интернете. Сохраняйте команду, чтобы вместе двигаться, в том числе и в разных бизнес-направлениях. Благодарю всех, кто был сегодня вместе с нами. Виталий, мне еще одна мысль пришла интересная. Смотрите, ребят, сейчас вообще идет, по сути, третье тысячелетие. Третье тысячелетие. Значит, первые 20 лет третьего тысячелетия заканчиваются. Начинается 21 год, то есть пошло тридцатое, ой, третье десятилетие, третьего тысячелетия, ребята. Так что вот увидимся с вами в январе. как раз уже в третьем десятилетии третьего тысячелетия. Это великолепно. Прямо как Леонид Аркаевич Якубович в поле чудес. Мы прощаемся с вами на эти коротенькие семь дней. Дай вам Бог. Да, друзья, благодарю всех. Ну что ж, до новых встреч. А кто сделает фотку? Фотку, кто умеет, друзья, делаем фотку. Потом скрин можно будет из видео сделать. и все. Можете тогда рукой, на видео вы будете соответственно потом зафиксируем, друзья. Всем пока, увидимся в новом году. в новом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.